Марина переехала с семьей в Кубинку год назад. Ребенок инвалид с детства. Где узнать о новых правах и льготах? Представления нет. Пришла на мобильную приемную и получила консультацию квалифицированного специалиста. То, что казалось сложно, теперь конкретно знаем, куда ехать, на какой адрес и к какому человеку обращаться, потому что было все размыто. И вот каждый раз, когда особенно проблема связана с перекомиссией ребенка, нужно объехать миллион мест, чтобы хотя бы как-то прояснилась ситуация. Здесь сказали точно, езжайте туда, к этому человеку подойдите, подайте документы туда и все вам сделают. 18 специалистов, представители общественных, медицинских, образовательных организаций, пенсионного фонда и сферы социального обслуживания. Спортивные организации его округа также рассказали родителям о значении физической активности для лиц с инвалидностью. Через физкультуру, через спорт, через занятия у нас в группах, как взрослые, так и дети, они получают лишний момент социализации. Иногда люди с ограниченными возможностями замыкаются в себе, редко выходят из дома. Мы пытаемся нашими силами как-то их привлечь к активной жизни, а тем более занятия спортом. За три часа приемную посетило более 50 человек. Четкая организация мероприятия и доступность – вот что важно, подчеркивают гости. Сегодня я получила настолько полную информацию, вот я даже не ожидала, что в нашем районе есть такие возможности для детей. То есть всегда мы как бы сидим дома, ничего не знаем и ничего не ведаем. Мне кажется, вот такие вот встречи очень полезны. Я, например, довольна тем, что такое мероприятие, что можно поговорить конкретно с людьми, выяснить это все, потому что нам как таковой, нам надо доехать в Одинцово, например, в Никольску или еще куда-то, а тут на одном месте. Идея создания мобильной приемной для лиц с ограниченными возможностями в формате одного окна родилась не случайно, рассказывает организатор проекта. Стали поступать вопросы от наших жителей о том, что нужно одновременно обратиться и в пенсионный фонд, и в соцзащиту, и в фонд социального страхования, получить какие-то вопросы по образованию. И мамочке нужно пройти эти все организации. И уйдет очень много времени. А где оставить ребенка? А как распорядиться своим временем, которое нужно посвятить и семье, и опять же детям с инвалидностью? И человек, который сам имеет ограничения здоровья, ему тоже такие манипуляции достаточно сложно проделывать. Поддержка людей с инвалидностью – один из основных векторов деятельности администрации округа. Такие мероприятия позволяют получить консультацию любого специалиста в одном месте, и, что важно, на безвозмездной основе. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.